Дорога будущего Гнилое яблоко на Самарской таможне задержали контрафактные запчасти для айфонов Тепла можно не ждать, сегодня покров, а значит по народным приметам осень уступает место зиме Жители услышали, сквозной проезд между Пановой и Ярошевского отремонтирован Талантливый изобретатель, талантлив во всем, от автодеталей до машины для липки пельмени Наш корреспондент встретилась с конструктором, у которого более десятка патентов Половина тоннелей на развязке Московского шоссе и проспекта Кирова готова Строительство идет по графику и не останавливается даже ночью После реконструкции в целом Московское шоссе будет не узнать Оно станет шире, появятся велодорожки, полоса для общественного транспорта и две многоуровневые развязки Наша съемочная группа побывала на стройплощадке, где пообщалась с подрядчиком Павел Баймаков продолжит Развязка на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова преображается буквально на глазах Именно отсюда до Ракетского шоссе протянутся 9 километров новой дороги Это три полосы в каждую сторону, плюс дороги-дублеры с полосой движения для общественного транспорта, велодорожки и тротуары На данный момент работы на объекте в общем выполнены на 50% Сейчас основные усилия рабочих направлены на строительство южной рампы, которая состоит из девяти секций Семь из них уже залиты бетоном, остается две Самый большой и самый сложный участок – так южную рампу называют строители Все здесь по узлам разбито КНСК – отдельный узел И она, согласно проекту, является с тоннелем одним целым То есть, если мы на каждую секцию перекрытия тоннеля Расходуем где-то 1200 кубов бетона на нижнюю часть, 1200 на верхнюю часть То здесь будет на нижнюю часть 1400, она больше по размеру Ежедневно здесь работают порядка 350 человек В строительстве применяют только современные технологии Работа ведется на новом оборудовании В будущем эта современная двухуровневая развязка сможет пропускать 50 тысяч машин в сутки Все работы строители обещают закончить в срок до конца 2017 года Павел Баймаков, Максим Гусев, События Попросили-сделали Участок дороги между Пановой и Ярошевского в Самаре Еще недавно был головной болью для всех автолюбителей Дворовой проезд напоминал театр военных действий Теперь о ямах и канавах здесь можно забыть Качество ремонта проверил Андрей Горгуленко Сейчас сквозной проезд между улицами Панова и Ярошевского Просто мечта автомобилиста И не скажешь, что раньше эта улочка доставляла жителям немало хлопот Да, приходилось носом грести, как трактору самому Когда особенно снегопад пройдет с утра, это было прям проблемно Сейчас состояние стало отличное И проблем с чисткой зимой не будет И, соответственно, будет легче разъезжаться Дыры, невозможно было проехать под вороной машине Дети падали, везде была щебенка, грязь В общем, ужасно было Сделано, спасибо большое Все ровненько, аккуратненько, красиво Можете как бы сами посмотреть На внутриквартальной дороге в течение месяца Трудилась бригада из 10 человек И несколько единиц спецтехники Асфальтоукладчик, 4 катка, камазы Рабочие по ночам не шумели, жителям не мешали Всего на участке заменили 2500 квадратных метров асфальта И 800 погонных метров бортового камня После работ лабораторные испытания показали Качество соответствует ГОСТу Под реализацией на реке нет, согласно муниципального контракта они выполнили все работы Данный участок был выбран не случайно Был включен в адресный перечень ремонта дорог в 2016 году После многочисленных обращений жителей в городскую и районную власть Просьба выполнена и теперь жители с удовольствием гуляют и ездят по новой дороге Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков, События Их работа – наши дороги Дорожные строители сего региона съехали в Самару Торжественное собрание в Театре Упера Балета посвятили Дню работников дорожного хозяйства Его в России отмечают в 3 воскресенье октября Для Самары праздник имеет особое значение Регион-транзитный центр Поволжье Находится на пересечении важнейших международных транспортных коридоров В последние годы строительство дорог вышло на новый качественный уровень На это выделяют денег в 4 раза больше, чем 5 лет назад Лучшим работникам отрасли сегодня вручили награды В этом году более 27 миллиардов советских Это в фазах 3-4 больше, чем примерно 10-го года у вас в Айвете Дороги – это лицо территории Это его визитный караж, и вы его творите В Самаре, конечно, резко увеличилось финансирование И даже не надо вспоминать про деньги, а просто проехать надо по сегодняшней Самаре Потому что сейчас больше уделять стали внимание качеству, и в том числе и мы Почти 3000 километров коммуникаций, 150 многоквартирных и 600 частных домов в обслуживании Городское муниципальное предприятие «Самароводоканал» тоже отмечает праздник 130-летия 14 октября 1886 года в Самаре заработал водопровод Решение о его строительстве было принято еще Петром Алабиным Изначально водопровод был протяженностью всего 26 километров Начинался он вот с этого места на Волжском проспекте, где была построена насосная станция Которая давала 400 тысяч ведер воды в год Сегодня же самарцы потребляют порядка 500 кубометров воды в сутки На памятном месте в честь юбилея открыли мемориальную доску В МП «Самароводоканал» уверены – вода – это жизнь Как говорится, что без воды ни туды, ни сюды То есть вода – это жизнь Запас есть, городу есть куда развиваться Если будет идти строительство новых домов, они будут обеспечены хорошей, вкусной, чистой водой Об экономических новостях уходящей недели расскажет наш обозреватель Лариса Шалафаст Здравствуйте! Цена на нефть в конце недели перешла к росту Сегодня за один баррель марки Brent дают 52 доллара 47 центов Американская валюта дешевеет На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 62 рубля 99 копеек Евро 69 рублей 37 копеек Золото стоит 2562 рубля, серебро – 35 рублей 82 копейки за грамм В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 65 рублей 6 копеек Дороже всего продать за 61 рубль 94 копейки Убытки компании Samsung из-за модели Galaxy Note 7, которая начала взрываться как сумасшедшая, прямо в начале эксплуатации, составят 3 миллиарда долларов Впервые в истории Россия начнет экспорт сахара В этом году произведено на 1 миллион тонн сахара больше, чем необходимо для внутреннего потребления Поэтому другим странам тоже жизнь подсластим А российские авиационные предприятия разрабатывают пассажирский лайнер нового поколения Он будет оснащен тремя типами двигателей и способен развивать гиперзвуковую скорость На этом все. Удачи в делах! Почти 20 миллионов рублей в такую сумму оценили ущерб, нанесенный компанией Apple На границе с Казахстаном самарские таможники задержали партию контрафактных устройств Это наушники, компьютерные мыши и защитные стекла Всего почти 9 тысяч изделий, маркированных известным товарным знаком Их везли в один из крупных московских торговых центров Каких-либо документов, подтверждающих право использования данного товарного знака У перевозчика не оказалось Кроме того, в компании производители подтвердили Подобные партии товара не выпускали Товар был изъят В ходе дальнейшего контроля было установлено, что правовладателю был нанесен ущерб Порядка 19 миллионов рублей Данное деяние в соответствии с законодательством Российской Федерации Подпадает под уголовное преступление Ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации По данному факту материалы переданы органы внутренних дел Столб черного дыма сегодня утром был виден над Самарой за много километров Причина – загоревшийся автомобиль Вспыхнула и потом взорвалась вазовская десятка В это время владелец машины находился в салоне авто, ремонтировал прогнивший пол Мужчина чудом остался жив, успел выпрыгнуть в последний момент Получил ожоги руки и ноги Справиться с огнем пострадавший пытался сам, заливал водой Потом на помощь подоспели рабочие соседней стройки Забрасывали полыхающий автомобиль песком Ликвидировали пламя пожарные, которые приехали уже через пять минут Возгорание произошло в гаражном массиве Пострадал еще один автомобиль, который тоже находился на ремонте Я отпиливал старое днище, чтобы заменить его на новое, приварить Ну я сам ремонтом занимаюсь, решил себе сам машину сделать И получилось так, что она вспыхнула И под днищем загорание произошло, я не успел Я пытался залить водой, но ничего у меня не получилось Далее, коротко о других темах дня В Шигонском районе могут вести режим чрезвычайной ситуации Из-за отсутствия тепла в домах Там до сих пор не запущено 19 модульных котельных Хотя к началу отопительного сезона все оборудование было готово, долгов нет Как поясняют в Министерстве энергетики и ЖКХ, причина того, что их нерадив владелец не торопится запускать котельные Кроется в его желании перепродать их по завышенной цене В Шигонский район уже выезжала специальная комиссия с участием представителей отраслевого министерства, госжил инспекции и областной прокуратуры По итогам ее работы будет приниматься решение о мерах реагирования на такое преступное бездействие собственника котельных На улице Новосадовая вновь произошла крупная авария В районе станции переливания крови на правый бок опрокинулся белый опель Из-за случившегося образовалась большая пробка, пострадавших нет В последнее время Новосадовая стала средоточением аварий Похожий случай произошел на прошлой неделе 6 октября возле торгового центра «Апельсин» после столкновения с Кией перевернулась и врезалась в столб Гранта А во вторник, 11 октября, в районе Постникового оврага из-за столкновения Ауди и Рейндж-Ровера пострадали еще 9 машин В Самаре сотрудники ФСБ задержали члена транснациональной преступной группы В автомобиле гражданина Таджикистана, временно проживающего в Тюменской области, найдено почти 2 килограмма героина 23-летний мужчина специально приобрел машину для того, чтобы привезти наркотики в Самарскую область Героин он получил в Москве. Ему грозит до 20 лет лишения свободы В Самаре суд приговорил подростка, убившего отца, к принудительному лечению в психиатрическом диспансере 15-летнего школьника признали невменяемым Убийство произошло 13 марта в квартире в Кировском районе Самары На месте происшествия было обнаружено тело 41-летнего мужчины с ножевым ранением Также в больницу были доставлены 37-летняя супруга погибшего и их 13-летняя дочь Сын убитого, 15-летний школьник, сознался в убийстве отца и нападении на мать и сестру и был задержан Также сообщалось, что мальчик имел конфликт с отцом из-за плохих оценок Это могло стать причиной убийства От пристани в Рождественную украли дорогой катер Полиция ведет доследственную проверку С июля это уже как минимум шестой случай хищения дорогих лодок Последняя кража произошла 19 сентября Как рассказали в полиции, такой вид преступлений становится популярным в связи с тем, что угнать катер проще, чем автомобиль Каким должен быть изобретатель и почему так важно вовремя опубликовать свою статью О техническом творчестве студентам рассказал Петр Плеханов Инженер, изобретатель, автор монографии и десятка научных статей Творческая встреча прошла в областной научной библиотеке и стала завершением краеведческого проекта Репортаж Валерии Макаровой На счету инженера-механика Петра Георгиевича Плеханова более 10 патентов От автомобиля строения до приспособления для лепки пельменей Талантливый изобретатель талантлив во всем Он руководит астрономической лабораторией и студенческим конструкторским бюро Его ученики представляли свои проекты в Сколково Сегодня Петр Георгиевич делится опытом с молодежью Рассказывает, каким должен быть изобретатель Смелость ума и время То есть обязательно смелость ума охватывает, чтобы пытаться до конца довести, до конца время Очень важно, у нас много таких открытий, которые опередили нас Вовремя опубликовать Такие встречи для областной научной библиотеки стали традицией Ведь именно здесь многие изобретатели работают над своими трудами Оформляют патенты Библиографов не было сомнений при выборе гостя Петр Георгиевич заражает энтузиазмом своих собеседников С ним можно говорить очень долго и много Он когда говорит о своих изобретениях Когда он говорит о астрономии, у него светятся глаза Он просто заражает своей любовью к астрономии Этот человек, в общем-то, автор открытия Не только изобретений, но и двух открытий Эта встреча подводит итог большому проекту библиотеки «Губерния в сердце России» Он посвящен 165-летию Самарской губернии И рассказывает о знаменательных событиях и талантливых людях Валерия Макарова, Сергей Баскин, События Человек, остановивший время Владислав Микоша, советский кинодокументалист У него был особый взгляд на Великотечественную войну В рамках фестиваля антивоенного кино «Тишина» Известный шведский режиссер Лично представляет свой фильм о военном операторе С Гунилой Брески пообщался и Андрей Горгуленко Гунилой Брески известный шведский кинорежиссер За ее плечами шесть фильмов про Вторую мировую войну В Самаре в рамках фестиваля «Тишина» она представляет свой фильм «Я останавливаю время», признанный лучшим документальным фильмом в Швеции в 2014 году Картина рассказывает о Владиславе Микоше, советском операторе, документалисте военных лет На вопрос, почему именно о нем, Гунила отвечает Владислав прошел весь ужас войны, но остался человеком Самое важное – показать его личный взгляд, потому что, несмотря на то, что он участвовал в войне, он не был военным человеком И его взгляд на жизнь был поэтичным и философским На встречу с режиссером пришли многие историки и краеведы Самары Главный интерес – открыть для себя неизвестные страницы военной истории И увидеть взгляд на подвиги советских людей со стороны Это другой взгляд и рассказ, как-то не странно, издалека про нас И вот хотелось бы, конечно, понять, как мы видимся из этого и географического далека, и исторического далека Фестиваль антивоенного кино «Тишина» проходит уже второй год и становится традиционным В этом году он посвящен очень важной дате в самарской истории – 75-летию присвоения городу статусу «Запасная столица» Организаторы уверены, фестиваль успешно выполняет основную задачу – сохранить память о ужасной войне Идет время, и люди, к сожалению, живые свидетели истории, они уходят в прошлое И кино здесь, вот оно становится инструментом исторической летописи, что очень важно И мне кажется, вот этот фильм из этой серии В России у Гунилы пройдет еще одна творческая встреча – в воскресенье в Московском кинотеатре «Звезда» А для всех самарцев, желающих посмотреть фильм, состоится открытый показ 20 октября в Музее Алабина Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков, События Завтра, 15 октября, исполняется 75 лет с тех пор, как городу Куйбышев был присвоен статус «Запасная столица СССР» К этой дате приурочили презентацию уникального проекта «Культурная элита запасной столицы» Кривическое исследование рассказывает о жизни военного Куйбышева О работе эвакуированного Большого театра премьеры Седьмой симфонии Какое будущее теперь ждет самарский проект, расскажет Валерия Макарова Ровно 75 лет Самара носит статус «Запасная столица СССР» В военное время наложило свой отпечаток на развитие города Сюда со всей страны эвакуировали не только заводы И не только промышленным центром Куйбышев стал в годы Великой Отечественной войны, но и культурным Премьера Седьмой симфонии Шостаковича, спектакли Большого театра Здесь сохраняли русскую культуру «Столица была перенесена в наш Куйбышев И сюда был вывезен весь культурный фонд Советского Союза То есть государство спасало свое национальное достояние Свою национальную идентичность Даже в это сложное время До сих пор в Самаре не было проекта, который бы собрал все факты И проанализировал тот вклад в развитие города, который внесла эта культурная элита Дело в том, что вот в таком аспекте Мы очень много в этом году и вообще и правильно говорим о запасной столице Но в таком аспекте, именно в аспекте культурной жизни В аспекте культурной элиты запасной столицы Так еще вопрос не ставился Чего только стоит факт, что за годы эвакуации Большой театр в Куйбышеве представил зрителям 39 премьер Это и в мирное время нелегко, а тут война Театр помогал людям пережить страшное военное время Отвлекал их от суровых будней Артисты выезжали на фронт Сотни спектаклей и концертов на передовой Собирали средства для армии Проект культуры запасной столицы Именно об этом Большую часть документов и фотографий широкая публика видит впервые По крупицам создан этот проект И теперь его ждет большое будущее И фильм, и интересная исследовательская работа Надеемся, что получатся замечательные печатные издания С фотографиями, с публикациями, воспоминаниями Интересными фактами Поэтому это только начало пути Такая проба пера Планируется, что такие краеведческие встречи Пройдут в каждом районе Самары Их поддержат школы и культурные центры А сам проект продолжится и в 2017 году Валерия Макарова, Василий Колдашов События Осень уступает, место зиме Тепла уже можно не ждать Сегодня отмечает Покров день С приходом этой даты в деревнях традиционно начинали готовиться к холодам Прекращали все полевые работы По-своему этот праздник отмечают и православные христиане В Самаре богослужение прошло в Покровском соборе Репортаж Алина Чемерис Своих прихожан Покровский собор встречает лесами В храме проходит масштабная реставрация На престольный праздник Лидия идет с верной спутницей Иконой, которую полгода вышивала бисером Теперь, говорит, рукотворная святыня Будет стоять в доме и оберегать от бед У меня, правда, Владимирская Божья Матерь Вот она, я вышла ее, но еще не осветила Хочу еще осветить Вот, ну, с возвышенным настроением С душевным восторгом И с благодатью Божией иду Отдельный праздник, другой Он не входит в число 12 основное Но в то же время он, ну, как бы очень важен Все мы находимся под покровом Божьей Матери Кто это чувствует, кто нет Кто чувствует, тот приходит сюда Кто не чувствует, тот дома остается По легенде, в этот день в 10 веке В Константинопольском храме Одному святому явилось видение Что Богородица распростерла покровало Над осажденным городом С тех пор верующие отмечают этот праздник Богослужениями Молодые девушки молятся Божьей Матери О скором замужестве Покров важен и для народной традиции Крестьяне верили, если в этот день Выпадет снег, зима будет холодной Но в любом случае тепла уже можно не ждать В последующие дни в Самаре Столбики термометров не поднимутся Выше 6 градусов На Руси этот день означал встречу осени с зимой Его название «Покров» связано с первым снегом Который покрывает землю от зимних холодов В этот день на Руси начинали топить печки Заканчивали выгонять скот на пастбище Завершали все полевые работы Также Покров был началом осеннего свадебного сезона Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События Самарские художники отправились на перегонки со временем В выставочном зале Союза художников Открылась выставка работ Полины Горецкой и Николая Лукашенко В экспозиции полсотни картин, выполненных в самых разных жанрах На открытие выставки побывала Лариса Шулафаст Уловить момент, запечатлеть всю красоту природы в определенный момент времени В этом и есть мастерство художника, уверен Николай Лукашук На выставке со временем на перегонки представлено больше 30 его работ В основном это пейзажи Особенно художник выделяет картину, над которой работал этим летом Во время поездки в Ульяновскую область Был один момент, первый раз я за всю свою творчество такой встретил Просто такое яркое солнце после дождя выглянуло, осветило Там горы, все это небо пасмурное Погодные условия и освещение меняется И приходится как можно в кратчайший срок выполнить Тему времени продолжают картины Полины Горецкой Посетители встречает большой портрет Альберта Эйнштейна Ученого, разработавшего теорию относительности Которая дала новое представление о пространстве и времени Картину на выставку Полина представила еще в сыром виде Говорит, так своеобразно опередила время Над картиной портрета Эйнштейна я работала один день Но, как говорят иногда художники, она готовилась всю жизнь Поэтому техническое формальное воплощение Это еще не вся работа Еще была работа предварительная Много-много мыслей, много рассуждений и размышлений Художник, имеющий опыт, мастерство Он шагает вперед, не со временем, а даже вперед времени Тот же Генри Мурзе, или Раден, или Микеланджело Они настолько вперед шли в своем творчестве Что сейчас мастера не могут его достичь Познакомиться с картинами самарцы могут до конца октября Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События Новости спорта в эфире Я передаю слово Сергею Кизоркину Здравствуйте, я Сергей Кизоркин И значит вы смотрите Самарские новости спорта Восьмой мемориал подзюду Анатолия Петровича Потапова В этом году приобрел статус первенства по Волжье На турнире молодежь боролась за путевки на всероссийские соревнования А тренера, ветераны и родственники вспоминали знаменитого борца и наставника 40 лет назад самбист Потапов создал на стадионе Динамо Первую в Куйбышеве секцию дзюдо Его ученики, старший тренер Федерации дзюдо Самарской области по девушкам Заслуженный тренер России Сергей Герасимов Вице-президент Федерации дзюдо Приволжского федерального округа Владимир Зябченко Анатолий Петрович в большой спорт пришел поздно В 14 лет тренировался на металлурге Когда он сам тренировался, очень нравилось Он сам туда бежал Не то, что его кто-то заставлял А на тренерской работе ему тоже очень нравилось Он очень любил детей Своих не было у него, а свои воспитанники И его все любили Конечно, все рвались к нему Там же много тренеров было И все почему-то просились к нему За право представлять по Волжье на первенстве страны боролись более 300 спортсменов до 21 года Для этого нужно было парням попасть в первую четверку в каждой весовой категории, девушкам в лучшую шестерку У девочек, конечно, уровень у нас повыше Да, всегда И у девочки, в принципе, есть члены сборной страны И во всех весах, я думаю, у девочки будут медали Но у ребят тоже мы надеемся, что выступит хорошо У нас, в принципе, уже даже путевку завоевал Глеб Шумилов Который выиграл сейчас турнир в Питере Он сегодня здесь просто будет бороться Просто, ну, как тренировка В результате упорнейших и зрелищных поединков сборная Самарской области завоевала 19 медалей 6 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых В ноябре в Ижевске их ждет татами первенства России Самарская команда будет состоять из 8 юношей и 11 девушек Это были новости спорта от Сергея Кизоркина Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой На этом наш выпуск завершен Читайте нас в Твиттере Смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS Удачи вам, увидимся Субтитры создавал DimaTorzok